Чем испанские игроки отличаются от российских? Профессионализм. Одним словом, профессионализмом. Ну, опять же, если сейчас говорят, они отличаются от профессионализма, значит, наши не профессиональные, ну, давайте так, не такие профессиональные, как в Испании, да, да, это так, но это не их вина. По мне это их беда, но наша беда, что наши футболисты не такие профессиональные, потому что футболисты в Испании с детства, их с детства приучают быть профессионалами, с детства. Ну, пару вещей, в чем они профессиональнее, чем наши? Ну, они слышат про правильное питание с детства, ну, например, вот одного достаточно по мне, вот просто про правильное питание они слышат с детства, с 10 лет, их там, они заполняют вот то, что там в Спартаке тогда ввели, там, в Ростове тоже был в сборной, ввели заполнять, как ты поспал, как ты отдохнул, то есть, у тебя что-то болит, что-то не болит, это дети делают там с 8 лет в Испании, для нас здесь это новшество, ух ты, понимаешь, для наших футболистов это новое что-то, а там это с 10 лет, то есть стандарты, там, пять стандартов запомнить, пять стандартов, пять угловых, для испанца это норма, для футболистов, играющих в России, три бы запомнить, ну, это их беда, ну, наша беда, вернее. Про сколько количество, какое количество стандартов запомнить, вы говорили еще в Спартаке, по-моему, что вы общались с тренерами из других видов спорта, там, с мини-футболом. У них 10. Как вот это происходило, то есть это была ваша инициатива? Ну, да, да, ну, просто нет, по поводу мини-футбола, там, столкнулись просто, ну, столкнулись на сборах, там, пересеклись на сборах, и меня это мучил вопрос, я его задал, он говорит, ну, да, 10 стандартов, это нормально, но это идет с детства, понимаешь, это идет с юноши, то есть они, футболисты, которые приходят в команду в мини-футбольную, уже во взрослую, то есть они это делают. А это была иностранная команда мини-футбольная? Нет, нет, наше российское даже название не знаю. А в американском футболе там 100 комбинаций надо выучить. Как можно 100 комбинаций выучить, когда наши три не могут? Ну, они это делают, там, с шести лет, условно. То есть они знают, что если они 100 комбинаций не смогут запомнить, они не смогут играть на профессиональном уровне в американский футбол. Хорошо, клубный тренер, у которого есть доверие со стороны руководства, которое работает несколько сезонов, он может повысить количество стандартов в голове у игроков? Может. Ну, глобально можно, если игроки не меняются, то да? В Ростове это происходило. Если игроки не меняются, то да. То есть в Ростове этого не происходило, получается? Менялись игроки. Ну, нет, они хочешь не хочешь, через какое-то время, да, начинают запоминать. Все равно кто-то забудет. Когда-то, чтобы 100% все стандарты сделали, запомнили, вот все, каждый игрок сделал все, что нужно, все. Ни разу не было. Я думаю, что и не будет. Ну, и даже там, наверное, кто-то один, там, может где-то забыть, там, вылезет, там, не знаю, во втором тайме забыть, там, а какой-то угловой уже мы там подаем. Пятый, шестой, седьмой, восьмой. То есть можно забыть. То есть это нормально, но на второй минуте матча не помнить, вот это проблема.